доброе утро коллеги с вами исаков роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день среда на 6 июня и начинаем наш разбор как всегда с пары евро доллар а я перед началом напомню что если вам нравится это видео то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях и так по паре евро доллар сегодня с утра мы видим уже обновление локальных максимумов обновили максим который был 4 июня зафиксирован что свою очередь сохраняет на текущий момент восходящую тенденцию и цели роста до 1 18 9 90 остаются по прежнему в силе на текущий момент ближайший разворотный уровень и мы можем скорректировать на минимум который был зафиксирован вчера по уровню 1 1652 то есть перенести вас минимума 1 июня на минимум пятого пара британский фунт американский доллар также сохраняет тенденцию к росту следующие цели роста это область 135 47 именно туда сейчас британский фунт и стремится и мы уже видим обновление локальных максимум также сегодня с утра вновили максимум последней коррекции 4 июня что также дает возможность переместить уровень стоп лосс с минимума 1 июня на минимум 4 июня а по паре американский доллар канадский доллар но вот пока мы не можем так выйти из того треугольника который мы отмечали ранее вчера казалось бы попытались обновить максимум 1 июня дошли до уровня 1 30 67 но концу торговой сессии скорректировали снизу и в принципе сейчас торгуемся уже ниже закрытия рынка вчера по данному инструменту если цена сможет обновить локальный минимум то также еще один заход в область 128 40 здесь может ожидаться то есть пока у нас все-таки треугольник он сужается и пока выхода из него мы не получили поэтому пока не можем говорить о конкретном направлении преобладающим по данному активу а по паре американский доллар японская тенденция восходящая также сохраняется следующий цели роста это уход выше максимум которые были 5 июня зафиксированы и далее движение по направлению на 111 66 а ближайший разворотный уровень пока оставляем на минимальные значения которые были зафиксированы 4 июня по цене студии 36 после обновления локальных максимум уже я будет возможность его скорректировать на минимум вчерашней торговой сессии а по паре австралийский доллар американский доллар сегодня с утра мы видим обновление локальных максимум ушли выше максимум который был 5 и 4 июня зафиксирован что также подтверждает сохранение восходящей тенденции по данному активу и цели роста следующая это область 77 30 а ближайший разворотный уровень по данной паре находится на минимальные значения которые были зафиксированы а вчера на 5 июня по цене 75 94 евро фунт на текущий момент продолжает свою тенденцию а нисходящую цели по снижению это движение в области 86 97 и далее на 86 72 ближайший разворотный уровень по данной формации отмечаем на максимальные значения которые были зафиксированы 4 и 5 июня по цене 87 87 а золото не оставляет попыток восстановительного движения так мы и не смогли уйти ниже уровня от 1289 долларов за тройскую унцию что пока подтверждает сохранение восходящей тенденции по данному активу но и собственно вчера мы увидели обновление локальных максимумов ушли выше максимум 4 июня что пока также дает дополнительные ориентиры для сохранения восходящей тенденции по данному активу и с целями роста движения до 1307 там и соответственно цели остаются но ближайший разворотный уровень наиболее важный уровень по данному активу находится по-прежнему на уровне 1289 если золото сможет закрепиться ниже данного уровня то в этом случае будем ожидать возобновления нисходящего движения по золоту нефть марки brent на текущий момент сохранять свою тенденцию нисходящую хотя сегодня с утра мы торгуемся выше максимум которые были зафиксированы вчера но более важный уровень для возобновления покупок по нефти марки brent находится на максимум 4 июня по цене 76 78 пока движемся в данном диапазоне тенденция нисходящая на мой взгляд сохраняется вот после уже ухода выше максимум 4 июня мы можем говорить о возобновлении роста по данному активу пока цели по снижению это область 72 90 индекс даx вчера в второй половине торговой сессии смог закрепиться выше максимум которые были зафиксированы 4 июня что в рамках часового таймфрейма дает предпосылки на возобновление восходящего движения с текущих уровней и цели роста на 13 тысяч 35 и 13 тысяч 300 соответственно ближайший разворотный уровень по данной формации отмечаем на минимальное значение которые были зафиксированы 4 июня по цене 12 тысяч 713 то есть если и говорить о входе на покупку то ближайший а стоп лосс разумно располагать за данное минимальное значение ну или более важный уровень минимум 31 мая по биткоину вчера на подходили к области поддержки которым отмечали ранее минимальное значение 1 июня по цене 7 тысяч 314 так ниже этого уровня уйти мы не смогли соответственно текущими тенденция восходящая среднесрочно по биткоину сохраняется цели роста это уход выше максимум 7 тысяч семьсот пятьдесят один доллар за один биткоин далее движение по направлению на 9000 соответственно в свою очередь если биткоин сможет закрепиться ниже минимума который был зафиксирован вчера то в этом случае будем ожидать более затяжной коррекции по первой криптовалюте и так коллеги всем спасибо за внимание с вами был саков роман всем желаю хорошего торгового дня и увидимся уже на наших следующих видео обзорах всем спасибо и до свидания